SCP-1450. Многоцветие. Класс-объекты безопасны. Особый слой содержания. Для предотвращения распространения SCP-1450 должен храниться в герметичной бетонной камере размерами 5х5х5 метров. Объект должен отслеживаться черно-белой камерой наблюдения с закрытой передачей сигнала. В случае, если камера будет засорена частями SCP-1450, то в камеру содержания должна быть направлена команда в костюмах полной биологической защиты со встроенным датчиками сердцебиения для очистки объектива. О частях SCP-1450, действующих за пределами нормальных параметров или отсутствующих на своих позициях, следует немедленно докладывать. Колонии SCP-1450, найденные за пределами камеры содержания, в зависимости от их местоположения и количества, подлежат немедленному уничтожению путем сожжения или обработки пестицидами. Их местоположение следует отмечать и передавать исследовательской команде SCP-1450-гамма. Описание. SCP-1450 представляет собой колонию насекомых неизвестного отряда семейства рода и вида. Голова типичного представителя вида снабжена усиками, фасеточными глазами и рядами зубчатых челюстей. Передним, средним и задним трети груди снабжены ногами. На брюшке располагается набор гермафродитных гениталей. Грудь покрыта хроматическим покрытием. SCP-1450 использует это покрытие с целью смены окраски в городских условиях. В частности, колонии SCP-1450 имеют склонность мимикрировать под высохшую краску на стенах колонии. SCP-1450, как правило, заменяют собой краску на заброшенных зданиях, впадая в некую форму спечки. Предполагается, что их склонность к гнездовому образу жизни, а также выделение теплоизорирующих фигалий на основе латекса позволяет им выживать при таких низких температурах, при которых насекомые обычно погибают. Этот гнездовый материал на основе латекса является остатками поглощенной краски, переваренными и выделенными насекомыми. SCP-1450 предпочитает адаптированный способ охоты, используемый для этого хроматическое покрытие на своих спинах. SCP-1450 выжидают, пока в здании появляется их гнездо, не поселится потенциальная жертва, а затем постепенно начинает изменять свою окраску. После того, как жертва начнет изучать SCP-1450, вся колония меняет цвет и узор рисунка, делая его гипнотическим и завораживающим. Таким образом, оглушая жертву, делая ее беспомощной, колония пользуется этим и спускается вниз, дабы поглотить жертву. Скорость поедания жертвы SCP-1450 варьируется в зависимости от размера колонии и жертвы. Колония SCP-1450, как видно в тесте, SCP-1450-Keppler-1, обладает ненасытным аппетитом и способна целиком переварить весь пригодный в пищу материал. Последнее примечательное качество SCP-1450 – стремление колонии к расширению в зависимости от размера ее гнезда. Примеры колонии SCP-1450, найденные в дикой природе, редко обитают более чем в одной комнате любого здания, но размер последней может сильно варьироваться. В описанном отчете «Засекречено» колония, найденная в «Засекречено» выросла до таких размеров, что заполнила весь склад. Приложение. Протокол испытаний SCP-1450-Keppler-1. Испытуемый класса D был оставлен в камеру содержания SCP-1450 с указанием «Ждать 20 минут». С первой по пятой минуты. Испытуемый не предпринимает никаких действий. SCP-1450 никак себя не проявляет. С пятой по седьмой минуты. Испытуемый ходит по комнате. SCP-1450 медленно начинает изменять свой окрас. Седьмая минута. Испытуемый начинает изучать ближайшую часть SCP-1450. С этого момента все показания сделаны на основе видеозаписи исследования, так как после седьмой минуты наблюдательная группа ничего не помнит. Последующий анализ выявил, что наблюдательная группа подверглась тому же эффекту, что и испытуемый. С восьмой по тринадцатой минуты. Испытуемый изучает SCP-1450. Последняя реагирует изменением своего узора, оглушая его. Та часть SCP-1450, на которую смотрит Испытуемый, сохраняет принятый узор, в то время как остальная часть колонии выходит из своего гнезда и начинает взбираться на него. Своим поведением Испытуемый показывает, что не чувствует SCP-1450 на своем теле. С тринадцатой по двадцатой минуты. Испытуемый, узнав о SCP-1450, начинает наносить удары руками по ближайшим представителям SCP-1450. Последняя реагирует посредством кусания ног Испытуемого. Субъект лишается подвижности из-за боли и падает. SCP-1450 заканчивает собираться на форме Испытуемого и продолжает поглощать весь имеющийся материал, за исключением костей. После чего возвращается на исходное место и принимает прежний окрас.